25 июня за сутки на курорте выпало рекордное за всю историю метеонаблюдение количество осадков. Такие данные предоставил гидромедцентр. Еще в субботу по этим улицам недалеко от Олимпийского парка передвигаться можно было только на лодке. Название улицы Камышовая как раз актуально для этого района. Вокруг домов ничто иное, как лиман. Добраться до суши можно только вплавь. В поселку Мерный был нанесен большой удар стихии, последствия которого устраняются с большим и тяжелым трудом. С 25 июня здесь дежурят круглосуточно спасатели. Задействованы более 10 единиц техники. Пожарно-насосная станция способна откачать 110 литров воды в секунду. Работа этих машин дала хороший результат. Аварийно-спасательные работы уже завершены. Спецслужбы занимаются восстановительными работами, которые планируется закончить к середине следующей недели. Проблемные улицы ежедневно инспектирует мэр. Анатолий Пахомов следит за работой всех служб и принимает решения по оказанию помощи каждому жителю и гостю курорта. Ситуация стала улучшаться. Вода в основном уже со многих улиц ушла. И надеемся, что к вечеру уйдет вообще со всех улиц. Сегодня я проведу совещание с руководителями станции техобслуживания. Самая главная задача, насколько я понимаю, здесь люди приехали на машинах, машины подзатонули, надо масло поменять, надо восстановить. Если, конечно, машина пошла по воде и не подлежит, это одно дело. А вот максимально завести машину мы постараемся помочь. Но не только автомобили в пятницу ушли под воду. В ходе паводка пострадало около тысячи домовладений в Кудепсе. Часть обхода на улицах Гастелла, Кирпичная и в поселке Мерный. Для того, чтобы максимально оперативно откликнуться на обращение жителей и гостей поселка Мерный по оценке степени пострадавшего во время потопа имущества, здесь на улице Староохотничья был организован оперативный штаб, где люди могут оставить заявление, оформить необходимые документы и получить консультации. Этот штаб по ликвидации последствий стихии ранее был развернут рядом с палатками ГО и ЧС. Как только вода сошла, его для удобства перенесли ближе к населению. Теперь в столовой сели-поели можно обратиться и за помощью по вопросам временного размещения, обследования дома, откачки воды и социальной выплаты. Постараемся оперативно здесь сделать. Там учитывается, кто проживает в этом доме, по количеству жителей. В общем, максимально, если у вас проживает 5 человек, по 110 максимально берите, это будет 550 тысяч на ремонт. Это только прописано или не прописано? Прописано. Пока закон прописан, считается. Осмотр дворов и домов производит оценочная комиссия. Структура ее работы такая. Сначала рассматривается заявление, затем комиссия выходит на осмотр и составляет акт, в котором фиксируется степень ущерба. Это все расклеилось, диван подняли оттуда, с той стороны, все, вода. Пианино сейчас закрыли. В общем, вот, сначала было 80 сантиметров воды. Сейчас вот она начнет. Ну, в общем, вот это за трое суток мы смогли только спальню и кухню прибрать. Представители административной комиссии работают круглосуточно, записывая все, вплоть до степени сохранности документов. Ведь на основании этого будут выдаваться компенсации. Так по 10 тысяч рублей получит каждый житель Сочи, попавший в зону подтопления. 50 тысяч выдается при условии частичной утраты имущества, 100 тысяч рублей, если восстановить имущество невозможно. Организация выплат производится в трех штабах. Они круглосуточно работают в администрациях Адлера, Хосты и Дагомыса. Выплаты начнутся уже в понедельник, но работа будет продолжаться всю следующую и потом неделю, потому что очень большой объем документов для того, чтобы мы вовремя и как можно быстрее организовали эту работу. Все, что касается оценки материального ущерба наших людей, работа будет идти постоянно, и людям абсолютно не стоит переживать и волноваться, потому что в каждый дом, попавший в зону подтопления, обязательно придут наши комиссии, обязательно произведут оценку, и не должно быть вот этого ажиотажа. Оценочные комиссии, в составе которых задействовано более тысячи человек, будут работать до тех пор, пока не будет осмотрен каждый объект в каждом районе Сочи. Кроме того, к домам, где необходимо произвести откачку воды, уже подъезжают специальные машины. По дворовый обход проводят и сотрудники полиции, сейчас они отвечают не только за безопасность, но и готовы оказать помощь в других вопросах. Перед тем, как отправиться в рейды, полицейским дается установка – заходить на каждую улицу, в каждый дом, вне зависимости от того, есть ли он в адресном списке. Люди плачут. Вот этот дом обошли, вот этот дом, а вот этот не обошли. Он не нанесен в адрес, поэтому этот дом не обошли. Одним из первых работу начал штаб на месте 166-го детского сада по улице Кирпичная. Уже во второй половине дня, 25 июня, здесь было принято более 30 человек. Сейчас количество обратившихся за помощью людей достигло более 2000. В штабе не только принимают заявления, но и оказывают социальную поддержку, медпомощь и предоставляют горячее питание. Организуем питание, одежду для переодевания. Ждем сейчас подойдут транспорт и предприниматели, которые оказывают нам спонсорскую поддержку для того, чтобы переодеть людей в сухую одежду. Мы в первую очередь занимаемся не материальной помощью, а потребностям людей, которые нужны социальные потребности. Это еда, это одежда, это медицинское обеспечение, прививки, порезы, царапины, психологическая поддержка и так далее. Из зоны потопления эвакуировано 461 человек. Муниципалитет оперативно разместил их в гостинице и санатории. Все расходы по содержанию взяла на себя мэрия города. Эвакопункты работают в Кудепсте, Хосте и в Дагомысе. Самый большой разместился в Александровском саду. Сюда переселена и жительница Нижнего Новгорода Наталья Медова. По дороге домой она попала в зону затопления. Вчера все-таки нас заселили, покормили, все нормально. Прививки сегодня тоже мы сделали, детям прививки сделали. Здесь людям предоставлены номера, организовано питание, в круглосуточном режиме работают медики, предоставляют психологическую и медицинскую помощь. Также, как и в других пунктах, здесь проводится вакцинация. Проведя собственный подворовой обход, который мы сейчас продолжаем, мы начали с первого дня, мы определили, что подлежит вакцинации 2755 человек. Из них 397 детей, 208 ликвидаторов, а остальные взрослые. Мы начали вакцинацию со вчерашнего дня, с обеда вчерашнего дня и активно ее продолжаем. В настоящее время во всех медпунктах уже проведено 95% прививок от дизентерии и гепатита А. Те, кто хочет обезопасить себя от заболеваний, может обратиться в спецпункты. Они работают в медучреждениях в каждом районе города. В круглосуточном режиме на линиях работает 68 бригад скорой помощи. В основном к врачам люди обращаются по причине обострения хронических заболеваний в связи со стрессом и легкими ушибами и порезами. Фактов заражений и заболеваний людей в результате ЧАЭС нет, и в море уже можно купаться. Что касается работы коммунальных служб, то вернуть свет, воду и газ в дома специалистам удалось оперативно. Сочницев, в чьи дома еще не поступило голубое топливо или электричество, нужно позвонить в аварийную службу или по телефонам, которые вы видите на экране. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.